Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик. И вот все обсуждают его фразу, ну вы поймите, что в Америке его застрелили бы, ну того, кто бросил пластиковый стаканчик. В Америке прежде всего рассматривают реальность угрозы и общественную опасность деяния. Полицейский сам в состоянии понять, реальная угроза или нереальная. И общественное опасное деяние совершает человек. Вот помните великие кадры, как мужик идет с ружьем, с автоматом фактически. К нему подъезжает полицейский и говорит, а где у вас документы? Он говорит, я не бегу никуда, у меня нет, я не покажу документы, я вам не обязан показывать. А что вы с ружьем ходите? Он говорит, а я не обязан объяснять. Я что, не имею права с ружьем ходить? Он говорит, иметь. Полицейский вызывает подмогу. Приезжает другой полицейский и говорит, а ты что меня вызвал? Он говорит, ну он с ружьем. Он говорит, а он не имеет права с ружьем? Он говорит, иметь. Ну и все, отпусти его. И мужик ушел. Все. Понимаете? Вот. И это такие ответы Пескову. Можно я, конечно, еще накидал ответ. Ответ такие родственники убитого полицейским Тони Робинсона получат более трех миллионов долларов. То есть, произошла ошибка. Вот. Ну, на самом деле, никакой ошибки не было. Это не мистейк, да? 19-летний, значит, юноша там, я не знаю, набросился на стражу порядка на этого. Ударил его по голове, да, и так далее. После этого полицейский применил оружие. Все. Минус. Сколько я уже сказал? 3 миллиона долларов компенсация. Так что, это не стаканчик, ни хера. Он полицейскому башку пробил. Так. Власть Нью-Йорка заплатили 5 миллионов семье. Тоже убитого полицейскими. Суд присудил избитому полицейскими афроамериканцу 22 миллиона долларов. Его не убили, его побили. Причем так беспричинно. То есть, рассчитывали, что у него там какие-то наркотические средства. Я думаю, что он и был дилером, а средств не нашли. Ну, ему вкатили по первое число. В результате минус 22 миллиона. Суд в США присудил 23 миллиона афроамериканцу, пострадавшему от полиции. Полицейский в городе Уэст-Палм-Бич в сентябре 13-го выстрелил велосипедиста. Все, минус сколько? 23 миллиона. Так, так. В Балтиморе 6,4 миллиона. Сколько тут? 4,1 миллиона. Вот еще. Это в Нью-Йорке выплатили. Вопрос, сколько выплатили женщине, которые убили полицейские в Саратове в результате разборок там с бандитами. Была перестрелка, они гнались за бандитами на машине и стреляли. В результате на второй саду вы убили женщину, у нее остался ребенок. Сколько выплатил? Нисколько. Дорога в Саратове. Продолжение следует...